О деятельности филиала фонда «Защитники Отечества» и принципах его работы рассказали губернатору Алексею Русских. С 1 июня по конец ноября этого года фонд за помощью обратили свыше 2000 граждан. Большинство вопросов связаны с оказанием содействия в назначении мер социальной поддержки, денежных выплат, связанных с участием в СВО, юридической помощи и получении статуса ветерана боевых действий. Мы охватили практически весь регион. В каждом муниципальном образовании у нас есть наши представители. У нас основная часть – это центральный офис на Кирове-20. Кирове-20. И, извините, на следующей неделе мы переводим ряд социальных координаторов в органы соцзащиты на левый берег для удобства именно верителей. Главный офис филиала работает в Ульяновске на Кирове-20. Там расположены службы социальных координаторов, кабинеты психологической и юридической помощи. Адресную поддержку обратившимся оказывают также специалисты МФЦ, соцзащиты и центра занятости. Где метр в гаде, помещения, все там автоматировали, все нормально? Ну, Александр Николаевич посодействовал. Они сейчас уже переехали, они находятся в здании администрации. Да, вот прямо в администрации. На первом этаже есть добле следствия. Там сколько человек? Да, 24 человек. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции 3 апреля этого года. В Ульяновске филиал Госфонда оказывает помощь ветеранам спецоперации и членам их семей с 31 мая. Анна Тищенко, Улправда ТВ.